так здравствуйте ребята я рад вас поздравить с началом очередного учебного семестра и рад то что у нас сегодня наконец лекция состоится в аудитории в которой достаточно много студентов я надеюсь что так вот мы и будем продолжать течение всего семестра но понятно что это не все зависит от нас но я надеюсь что обстановка эпидемиологическая позволит нам проводить очные лекции так но сегодня у нас будет такая лекция напоминания скорее понятно что с теорией групп мы уже в какой-то степени знакомились в первом семестре и я думаю что большинство из вас помнит те определения те теоремы которые у нас были доказаны которые относятся к теории групп но для того чтобы у нас как бы состоялась полная картина нашего курса теории групп я должен напомнить вот те факты и определения которые у нас были поэтому у нас такая будет сегодня скорее вводная лекция в которой большинство определений большинство теорем которые будут они у нас уже были доказаны раньше я буду просто давать без доказательства просто для напоминания ну а тема лекции давайте так и заглавим элементы теории групп сразу скажу что теория групп это очень абстрактная наука понятно почему потому что группы своем большинстве как бы нельзя увидеть элементы групп тоже какие-то могут быть совершенно абстрактные поэтому от вас потребуется гораздо более высокий уровень абстракции для изучения этой теории ну чем скажем алгебра и геометрии которые мы изучали в прошлых семестрах но я надеюсь что вы справитесь так ну давайте начнем с того а что же такое группа определение они группой называется множество же с определенный на нем бинарной операции который условно я обозначу звездочка но а вы понимаете что в конкретных группах это может быть например умножение сложение скажем композиция или что-нибудь еще и так с определенным бинарной операцией звездочка если эта операция удовлетворяет следующим аксиомом если она удовлетворяет следующим аксиомом первая аксиома это аксиом ассоциативности а звездочка b звездочка c равно а звездочка b звездочка c подразумевается для любых элементов a b и c принадлежащих g так дальше вторая аксиома аксиома существования нейтрального элемента существует элемент е принадлежащий g который я буду называть нейтральным такой что а звездочка е равно е звездочка и равно а для любого элемента а из g третья аксиома существования обратного элемента для любого элемента а принадлежащего g существует обратный к нему элемент я сейчас напишу что это означает это означает выполнение следующего равенства существует обратный к нему элемент a в минус 1 принадлежащий g как правило вот так и означает обратный элемент такой что А звездочка А в минус 1 равно А в минус 1 звездочка А равно Е. Где вот здесь вот элемент Е, конечно, это и есть нейтральный элемент, который определен и существует согласно второй аксионе. Так, все, определение группы дано. Теперь что здесь нужно вспомнить? Ну, во-первых, что такое бинарная операция? Бинарная операция называется такая операция, которая действует из декарта образения Ж на Ж в Ж. Иначе говоря, паре элементов, упорядоченной паре элементов группы сопоставляется снова какой-то элемент группы. То есть паре элементов АВ сопоставляется. Как вы думаете, какой элемент здесь сопоставляется? А звездочка Б, совершенно верно. И вот этот элемент А звездочка Б должен принадлежать Ж. А вот как проверить, что какое-то данное множество относительно данной операции является группой? Конечно, сначала нужно проверить, что эта операция определена на данном множестве Ж. То есть действительно паре элементов сопоставляется опять-таки элемент, который снова принадлежит Ж. Когда вы проверяете, что данное множество с данной операцией является группой, не надо сразу торопиться проверять аксиомы. Это будет ошибка. Сначала нужно проверить, что данная операция определена на множестве Ж. То есть вот действует из декарта произведение Ж на Ж именно Ж. Так, относительно ассоциативности. Здесь нужно вспомнить следующее. Вот здесь написано, как бы, я условно назову это произведением трех элементов группы. Например, если бы вместо звездочки написал бы обычное умножение, это было бы обычное произведение. Но я условно и всякий вот такой результат операции буду называть тоже произведением. Итак, написано произведение трех элементов группы, в котором можно по-разному расставить скобки. Здесь, скажем, сначала идут скобки, а потом умножение на третий элемент. А здесь сначала перемножается второй и третий элемент, потом умножается на первый. А если, давайте представим себе, у нас есть n элементов группы. Понятно, что там очень много способов расставить скобки. И вот можно доказать, что имеет место как бы вот такая обобщенная ассоциативность, что в произведении n элементов группы тоже скобки можно расставлять произвольным образом. Не только для трех элементов, как здесь, а для любого количества элементов группы скобки можно расставлять произвольным образом. Это вытекает из вот той ассоциативности, которая здесь написана. Это, конечно, нужно доказывать. Но я думаю, в качестве упражнения легко вы с этим справитесь. Так, относительно нейтрального элемента легко доказывается, что нейтральный элемент единственный. Кто не знает, как это доказывать, попытайтесь сами доказать. Ну, конечно, предположите, что есть хотя бы два нейтральных элемента и докажите, что они в этом случае совпадают. То же самое здесь. Для каждого элемента А группы обратный элемент тоже единственный. Тоже легко доказывается. Попробуйте сами доказать, кто в этом не уверен. так ну и кроме того из этих аксиом группы следует что в группе действует правило сокращения а именно если у вас например есть а звездочка b равно а звездочка c то можно как бы сократить на элемента отсюда следует что b равно c вот это левое сокращение когда множитель одинаково находится слева аналогично группе действует и правое сокращение понятно как доказать так дальше если вот помимо тех трех аксиом которые написал есть еще аксиома коммутативности носить и суще запишу замечание такое если 4 аксиомы напишем а звездочка b равно b звездочка а для любых а и b принадлежащих же то такая группа называется абелевый то группа же абелевый реже говорят коммутативная группа но все таки большинстве скажем так учебников вы встретите слово абелевый так дальше что такое порядок группы порядок группы это число ее элементов но а если число элементов бесконечно тогда говорят что группа имеет бесконечный порядок ну и порядок группы мы будем означать вот таким вот образом как модуль только не надо читать что это модуль же на экзамен до студенты читают модуль же но это никакой не модуль это порядок группе порядок группы в скобочках число элементов или бесконечности с это число бесконечно не надо путать порядок группы с порядком элемента группы теперь давайте напомним что такое определение порядок элемента группы элемента группы же обозначается порядок таким вот образом пишет орды а и так орд а это минимум к принадлежащих n такой что а в степени к равны и так все среди всех показателей степени к натурально которые удовлетворяют этому равенству выбирается минимально иначе это минимально натуральное число к такое что а в степени к равны и ну а если окажется что такого к вообще не существует вот вы возводите элементов степень поэтому понятно что такое возведение в степень это а звездочка звездочка и так далее к раз если вы возводите степень а все время получаете элементы отличный от е тогда говорят что элемента имеет бесконечный порядок и здесь давайте напишем если а в степени к не равно е для всех к принадлежащих натуральным числам для всех к принадлежащих а то порт порядок а равен бесконечности и так бы имеет место для порядка либо это конечно натуральное число либо бесконечность так дальше понятие подгруппы подгруппа определяется точно так же как определяется под структура если есть какая-то алгебраическая структура я напомню то под структуры называется такое подмножество в этой структуре которая обладает всеми свойствами структуры относительно тех операций которые в структуре имеются вот исходя из этого определение следующее определение подгруппы не пустое подмножество h в группе же не пустое подмножество в группе же называется подгруппой же если аж само является группой относительно операции звездочка определенный же если аж само является группой относительно операции звездочка определенный же но иногда студенты на экзамене дают неправильное определение вот просто опускают эту фразу относительно операции звездочка определенный же и говорят что подгруппа это не пустое подмножество которое само является группой вот сразу приведу к он пример возьмем например множество плюс минус 1 относительно операции умножения очевидно это будет группа а единица будет нейтральным элементом но это множество не подгруппа не подгруппа в группе z по сложению так понятно почему она не подгруппа ну вот согласно нашему определению понятно почему то что здесь мы рассматриваем операцию умножения а здесь операцию сложения ну а если так сказать исходить из определения группы вот как вы думаете будет она это множество группы относительно операции сложения нет конечно что если вы сложите две единицы вы не получите элемент который принадлежит нашему подмножить то есть не выполняется уже замкнуть относительно групповой операции и так поэтому мы здесь говорим что не пустое подмножие является подгруппой если она сама является группы относительно той операции которая определена в же вот это множество не является группой относительно операции сложения нет замкнуть относительно сложения так был у нас критерий подгруппы давайте запишем критерий подгруппы не пустое аж принадлежащие группе же или же группа является подгруппой ваш уже является подгруппой g тогда и только тогда когда выполняется два условия а аж замкнута относительно групповой операции пока у нас это операция звездочка аж должна быть замкнута относительно операции звездочка и второе условие b аж замкнута относите относительно взятие обратного элемента относительно взятие так условия а означает что что если мы возьмем два элемента из аж то их произведение а звездочка b должно тоже принадлежать аж а это условия бы означает что если мы возьмем элемент а из аж то а в минус 1 тоже должно принадлежать аж сразу обращая внимание на то что вот это вот критерии подгруппы действует для произвольной группы же а если бы группа же была конечной то достаточно было бы оставить одно условие с двух как вы думаете какое непустое непустое подножество аж в конечной группе же является подгруппой тогда и только тогда когда что да первый раз когда аж замкнута относительно групповой операции предлагаю доказать что вот замкнуть относительно взятие обратного элемента в этом случае будет выполняться автоматически такое упражнение итак в случае конечной группы же достаточно условить условия оставить а b будет выполняться автоматически вот это нужно доказать так но теперь давайте примеры групп рассмотрим первый пример я уже сказал z относительно сложения z n относительно сложения кто забыл z n напомню это кольцо классов вычетов по модуле n то есть вообще говоря в z n можно было бы определять операции сложения и умножения но в данном случае мы рассматриваем относительно сложения как вы думаете в z n нейтральный элемент какой какой класс вычетов будет нейтральным элементом да класс вычетов 0 ну а противоположным в данном случае говорят обычно не обратным а противоположным потому что здесь мы рассматриваем аддитивную группу обычно такая вот терминология применяется если мы говорим о 3 аксиоме в случае мультипликативной группы мы говорим обратный элемент а в случае аддитивной группы принято его обозначать минус а и говорить о противоположном элементе а так вот смотрите здесь у нас z кольцо z cn тоже кольцо и мы взяли кольцо рассмотрели относительно операции сложения понятно что это можно вообще на случай произвольного кольца Возьмите традиционное кольцо рассмотреть в относительно сложения вы получите так называемую аддитивную группу кольца теперь давайте вот представим себе что у нас не просто кольцо а кольцо с единицей и мы хотим из этого кольца с единицей построить мультипликативную группу кто вот помнит как это сделать есть кольцо с единицей мы хотим относительно умножения получить группу то нибудь помнит совершенно верно нужно взять все обратимые элементы данного кольца тогда они будут образовать группу относительно умножения вот здесь напишем частности если к кольцо с единицей то я вот так обозначить таким крестиком к крест это множество обратимых элементов к относительно операции умножения это будет группа так и называется группа обратимых элементов кольца так хорошо теперь давайте следующий пример пусть у нас теперь f поле тогда мы можем рассмотреть мультипликативные группы поле сначала давайте аддитивным f относительно сложения группа например группа действительных чисел относительно сложения группа комплексных чисел относительно сложения так называется аддитивная группа поля или f со звездочкой относительно умножения уже мультипликативная группа поля в данном случае f со звездочкой кто забыл это будет множество f без нуля это же самое как раз множество обратимых элементов поля это будет все элементы поля кроме 0 поэтому как бы это можно сказать укладывается и в предыдущую схему и так есть у нас для любого поля аддитивная группа поля и мультипликативная группа поля третий пример у нас в линейное пространство над полем тогда v относительно сложения группа любое линейное пространство является группой относительно операции сложения но мы знаем что в линейном пространстве есть еще конечно другие операции например умножение на скаляра но в данном случае нас это не интересует мы рассмотрим только относительно операции сложения. Как вы думаете, здесь нейтральный элемент какой? Да, 0, точнее, нулевой вектор. А противоположным к элементу А, к вектору А, будет, естественно, минус А. Ну, так получается. Так, дальше. Четвертый пример. gL от V. V по-прежнему линейное пространство над F, а gL от V – это множество обратимых линейных операторов пространстве V. Итак, gL от V – это какое-то обозначение множества обратимых линейных операторов пространстве V. Оно образует группу относительно операции умножения. Напомню, что умножение линейных операторов – это, на самом деле, их композиция. Если вы пишете оператор φ умножить на ψ, примененный к вектору Х, а Х – вектор из V, то фактически это φ от ψ от Х. То есть произведение операторов – это неслойной, как их последовательное выполнение. Так, ну, заметим, что если V над F, V над полем F, то можно сказать, что gL от V, на самом деле, это не что иное, как группа gL, N от F. А вот здесь вот gL, N – это группа невырожденных матриц порядка N. Понятно, что N – это размерность V. Размерность пространства V. Итак, группа невырожденных матриц порядка N. На самом деле, вот это как бы изоморфизм вытекает из того, что каждый линейный оператор при фиксировании базы создается матрицей невырожденной, поскольку оператор невырожденный. Ну и обратно, естественно, тоже верно. Каждой матрице соответствует линейный оператор. Вы это помните. Так, ну ладно, дальше пятый. Пусть теперь рассмотрим пространство, например, E, N. Это эвклидово пространство над полем действительных чисел размерности N. Иногда так обозначают. Понятно, что у нас в эвклидовом пространстве есть понятие длины вектора, и мы можем определить расстояние между двумя точками. Давайте так и пишем. Рол от x, y, как обычно, это корень квадратный и сумма x и так минус y и так в квадрате по E от единицы dm. Вы знаете, что вот такое расстояние называется эвклидовым. Оно удовлетворяет неравенство треугольника обычным свойствам расстояния. Вот давайте считать, что у нас между любыми двумя точками эвклидового пространства есть расстояние. В этом случае говорят, на самом деле, о метрическом пространстве. И вот мы рассмотрим те преобразования пространства, которые сохраняют метрику. Иначе говоря, сохраняют вот это расстояние. Дальше предположим, что у нас есть какая-то фигура f. f – это фигура в Е. И мы рассмотрим, я напишу так, g от f – это множество всех изометрий. Я думаю, понятно, что такое изометрия. Изометрия – это преобразование пространства Е, которое сохраняет метрику. Когда вот оно сохраняет метрику, говорят об изометрии. Множество всех изометрий Е, изометрии обозначен, например, ну, не знаю, фи. Таких, что фи от f равно f. Легко проверить, что вот такое множество всех изометрий, которые переводят фигуру f в себя, является группой. Вот эту группу и обозначил же это. Я думаю, понятно, что если какое-то одно преобразование… Да, группа относительно композиции, конечно. Если какое-то одно преобразование сохраняет фигуру f, то есть переводит ее в себя, то композиция таких преобразований тоже будет переводить фигуру в себя. Если преобразование фи переводит фигуру f в f, навесьте сюда слева фи минус первой, вы получите то, что фи минус первой, f тоже переводит f. Значит, и замкнулись относительно взятия обратного преобразования здесь тоже, конечно, выполняется. Итак, вот это вот g от f называется так. Группа движений фигуры f. Так, ну давайте важный частный случай разберем. Так, группа D. Так называемая группа диэдра. В дальнейшем, особенно на практике, у вас часто будет встречаться группа диэдра, одна из таких наиболее простых групп. Значит, пусть у нас есть правильный n-угольник. Вот я в данном случае рисую пятиугольник. А в общем случае я могу нарисовать n-угольник и обозначить его Δn. Итак, Δn – это правильный n-угольник. Тогда мы, конечно, можем рассмотреть все движения, иначе говоря, изометрии плоскости, которые переводят этот правильный n-угольник в себя. Так, как вы думаете, вот вы можете предложить какие-нибудь изометрии, которые переводят его в себя? Поворачивает на угол 2π, дерет на n. Да, правильно. Итак, r, напишем так, поворот 2π, дерет на n. И кратный ему 2πk, давайте напишем, дерет на n, где k равно 0, 1 и так далее, n-1. Вот такие вот повороты. Но углы кратные 2π, дерет на n. Так, а еще? Да, симметрии тоже, конечно, участвуют здесь. Симметрии, очевидно, тоже сохраняют метрику. Итак, симметрии, которые проходят через центр n-угольника и какую-либо одну из вершин. Очевидно, таких симметрий будет n штук. Итак, фактически группа диедра имеет порядок. dn равный 2n. И она как раз состоит из, вот я уже написал, n вращений, перечислил, и n симметрии, которые участвуют. Получается так, мы берем прямую, проходящую через центр n-угольника и какую-либо одну из его вершин. Собственно говоря, других элементов здесь и нет. Вот группа диедра. Так, еще один пример. v4, четверная группа клеем. Почему она обозначается v4, я сейчас напишу. Многие понятия теории групп заимствованы из немецкого языка, потому что основоположниками теории групп на самом деле были в основном представители немецкой математической школы. Ну, в частности, такие известные математики, как Шур, Фрабениус. Они очень большой вклад внесли в теорию групп. И так вот, это, кстати, и Феликс Клейн тоже. Кляйнша, Фиргрупп. Фир – это 4 по-немецки. Вот эта вот буква V по-немецки обозначается. Буква V, она участвует в определении вот этой группы v4. Она тоже является на самом деле группой движений. Давайте рассмотрим, на этот раз, прямоугольник на плоскости. Так что его стороны параллельно осям x и y от центра прямоугольника находятся в начале координат. В данном случае преобразование, которое входит в группу V4, это, конечно, тождественное преобразование, напишу так, id. И симметрия относительно оси x, очевидно, является движением прямоугольника sx. sy – это тоже движение. А если их перемножим, sx умножить на sy, что получится? Какая симметрия? Получится центральная симметрия. s0. Вот это будет у нас начало координат. Все, больше других здесь движений нет для прямоугольника. Для квадрата там будет, на самом деле, группа порядка 8, а здесь вот 4 элемента в этой группе, поэтому, значит, порядок V4 равен 4. Ну и отсюда вот обозначение просто 4. Итак, четверная группа клеена, обозначается V4, является группой движений на самом деле. Так, дальше рассмотрим еще серию примеров. 5-й у нас уже был, 6-й напишем. Группы преобразования. Итак, пусть у нас x произвольное множество. Обозначим через s от x множество всех взаимно однозначных отображений x на себя. Множество всех, потому что это Bx. Обозначение x на себя. Ну, естественно, опять-таки, здесь операции в этой группе будет у нас композиция. Понятно, что если есть одно взаимно однозначное отображение, отображающее x на себя, и другое, φ и ψ, то можно их выполнить последовательно, и тоже будет Bx множество x на себя. Ну и для преобразования или для Bx всегда существуют обратные Bx. Поэтому, так сказать, опять-таки, понятно, что здесь есть и композиция, как бы групповая операция, и взятие обратного элемента. Тоже не выводят за пределы с x. Итак, это группа. Нейтральный элемент какой здесь? Естественно, тождественное преобразование. Давайте запишем. id. Это нейтральный элемент. Так, ну, важный частный случай. Я так напишу 6 штрих. Если у нас x множество первых n натуральных чисел. Или можно взять любое множество, содержащее n элементов. В принципе, здесь разницы нет. Потому что если множество содержит n элементов, мы можем просто пронумеровать эти элементы, считать, что это числа от 1 до n. В этом случае s от x, как вы знаете, это группа, обозначается sn, это группа подстановок степени n. Группа подстановок степени n. Так она называется. Понятно, что элементами этой группы являются подстановки. Порядок этой группы sn. равен, как вы помните, n факториал. Это мы все доказывали на первом курсе, в первом семестре. Поэтому я на этом остановиться подробно не буду. Так, ну, теперь давайте в некоторых известных группах укажем подгруппы. давайте запишем примеры подгруппы. nz это подгруппа в группе z. Да, если h является подгруппой в группе g, мы это вот так будем возвращать. Только не надо это читать меньше либо равно. Хотя вроде знак похож, но это говорят так, h подгруппа группы g. Итак, nz состоит из всех целых чисел, которые делятся на n. Понятно, что это будет подгруппа в группе целых чисел. Дальше. Если w это подпространство в пространстве v, то w это подгруппа v. Что довольно очевидно, потому что подпространство замкнуто относительно операции сложения векторов и взятия противоположного вектора. Дальше третий пример. Опять-таки v пусть у нас линейное пространство над полем f. У нас уже была такая группа gl от v. Это невыраженные линейные операторы, действующие в пространстве v относительно операции композиции. Здесь есть такие вот подгруппы. o от v. o от v это подгруппа ортогональных преобразований пространства v. Здесь напишем ортогональные преобразования. Ну или можно написать, что если опять-таки обратиться к матрицам, мы получим группу ортогональных матриц o n, которые являются подгруппой gl n. в этом случае понятно, что если мы говорим o от v, нужно рассматривать v эвклидовое пространство. Или, например, u от v. Если бы мы имели эрмитовое пространство, тогда подгруппа унитарных матриц унитарные матрицы образуют подгруппу gl от v, а здесь уже v над полем комплекса. Соответственно, здесь пишут o n. Группа унитарных матриц подгруппу gl n от c. Так, ну еще один пример. Этот с подгруппой мы закончим. Важный пример такой. a n подгруппа s n. Так, наверняка такое обозначение у вас встречалось еще на первом курсе. a n это подгруппа четных подстановок. Подгруппа четных подстановок. Она же называется знакопеременная группа степень n. s n это симметрическая группа или группа подстановок. Еще напишу, здесь симметрическая группа. А вот a n называется знакопеременной группой степени n. Понятно, что порядок a n равен n факториал 9 на 2. Ну, я напомню, что такое четные и нечетные подстановки на всякий случай. Почему вообще говоря, a n это подгруппа? Мы определяли такую функцию epsilon, которая называлась знак подстановки. Итак, epsilon от 7 равно 1, если 7 четная и минус 1, если 7 нечетная. Можно еще так определить. Epsilon от сигма равно минус 1 в степени n от сигма. Здесь n от сигма это суммарное количество инверсий в обеих строках подстановки. Вы помните, что обычно подстановки записываются в виде двух строк, расположенных одна на другой. Ну, и в верхней строчке пишут элементы из множества x. В данном случае x это как на левой доске 1, 2n. А снизу их образы по действиям сигмы. И здесь n от сигма это суммарное число инверсий в обеих строках. Можно еще так записать, что это равно минус нет в степени tau от сигма. Напомню, что всякую подстановку можно разложить в произведение транспозиции. Мы это тоже с вами доказывали. И тогда tau от сигма это минимальное, скажем так, количество транспозиций, которые необходимы для того, чтобы разложить подстановку в произведение транспозиции. Вот тогда получается, что ε от сигма можно либо так посчитать, либо так. Так, ну и важно помнить, что ε от сигма умножить на tau равно ε от сигма умножить на ε от tau. Это равенство практически означает, что отображение ε является гомоморфизмом групп. Оно отображает группу Sn гомоморфно в группу плюс-минус 1 относительно операции умножения. Мы уже об этой группе сегодня говорили. Собственно говоря, вот из этого равенства доказывается то, что это гомоморфизм. Смотрите, если вы в подстановке сигма и tau разложите в произведении транспозиции, то понятно, что произведение сигма на tau будет иметь сколько? Тау от сигма плюс tau от tau. Извиняюсь за то, что у нас такой каламбур случился. Тау от tau приходится писать. Тау от сигма плюс тау от tau. Вот такое количество транспозиции для произведения двух подстановок. Отсюда вытекает, что это равенство выполняется. Итак, ε является гомоморфизмом групп. Давайте на всякий случай и определение гомоморфизма тоже напомним. Итак, определение гомоморфизма. Итак, пусть есть группа g, например, с операцией звездочкой. Вот и g1 напишем. И g2 с операцией кружок. Отображение фи g1 в g2. Гомоморфизм. Это определение даем. Если для любых элементов а и b, принадлежащих g1, выполняется фи от а звездочка b равно фи от а кружок фи от b. Обращаю внимание, когда вы записываете условия гомоморфизма, вот это правильно называется условие гомоморфизма, нужно правильно выписывать операции. Здесь у нас а звездочка b. Понятно почему? Потому что в первой группе у нас операция звездочка, а здесь вот в правой части именно кружок, потому что во второй группе g2, в которой лежат образы элементов под действием фи, у нас операция кружок. Так, ну и взаимно однозначный гомоморфизм называется изоморфизмом. Взаимно однозначный гомоморфизм называется изоморфизмом. Так, по-моему, звонок прозвенел, да? Так, такой вопрос. Будем делать первых или нет? Вот в прошлом семестре мы вообще перерывы как бы не признавали и все время без перерыва работали. Я готов и в этом семестре продолжить. В этом случае, так сказать, давайте без перерыва. Хорошо. Мы в этом случае… Не, я просто к тому, что мы в этом случае успеем пройти больше материала. Все-таки 10 минут перерыва, каждый раз 10 минут выбрасывать, как бы не очень хотелось бы. А вот лично мне жалко терять это время. Так, дальше важная теорема. Давайте запишем теорема Кэлли. Да, конечно, вот когда произведел звонок, формально идет, так сказать, перерыв. Если кому-то нужно выйти, пожалуйста, просто выходите, даже не спрашивайте разрешения. Ну, нужно человеку выйти. Почему бы не? Теорема Кэлли. Всякая конечная группа порядка N изоморфна подгруппы симметрической группы SM. Теорема эта у нас была доказана на первом курсе. Я только напомню идею доказательства. Она очень простая. Итак, идея. Доказательства теоремы Кэлли. Когда речь идет о конечной группе, проще всего задать операцию, указав просто произведение любых двух элементов. Обычно в этом случае составляют следующую таблицу. Итак, в верхней строчке мы пишем элементы группы A1. Обычно A1 – это нейтральный элемент. В данном случае для нас не важно, какой нейтральный. Я просто запишу A1, A2 и так далее, A1. Итак, в заголовке у нас перечисляются все элементы нашей группы. Точно так же в первом столбце тоже все эти элементы A1, A2 и так далее, A1. Дальше на пересечении Итой строки и житого столбца здесь у нас Итая строка имеет элементом АИ, а здесь элемент АЖ стоит произведение АИ звездочка АЖ. Итак, в таблице Кэлли указываем мы результат операции звездочка для любых двух элементов нашей группы. В частности, можно сказать следующее. Свойства таблицы Кэлли, я просто их напомню. В каждой строке и в каждом столбце таблицы Кэлли встречаются все элементы нашей группы и каждый по одному разу. То есть два элемента одинаковых строчке или в столбце встречаться не могут. Так, дальше. Группа Абелева тогда и только тогда, когда таблица Кэлли симметрично относится на главной диагонали. Вот легко проверять Абелевость. Вообще говоря, с помощью таблицы Кэлли легко проверить, что множество является группой. То есть все аксиомы группы легко проверяются. Например, что такое нейтральный элемент? Если вы видите, что в какой-то строчке у вас получаются те же самые элементы, что в заголовке, то есть как бы заголовок повторяется, это значит, что здесь у вас стоит нейтральный элемент. И Е умножая на элементы, вы получаете те же самые элементы. Легко проверить, что у вас есть нейтральный элемент. Легко проверить, что для каждого элемента есть обратный. Вы берете элемент какой-то, ищите, где у вас получится таблица Кэлли элемент Е. Соответственно, вверху будет стоять обратный к данному элементу. Итак, вот удобное средство проверки, что данное множество является группой относительно операции. Это как раз таблица Кэлли. Ну, а к чему я заговорил про таблицу Кэлли? Дело в том, что когда вы строите гомоморфизм группы G, давайте запишем φ группа G, на какую-то подгруппу H в группе SN. Собственно говоря, нужно указать вот этот гомоморфизм Кэлли, как он устроен. Он устроен очень просто. φ от A и T. Это будет такая подстановка. Вот эту строку заголовка мы пишем в верхнюю часть. A1, A2 и так далее, A, N. То есть я просто этот заголовок сюда переношу в верхнюю строчку. А то, что у нас находится в этой строке, пишем в нижнюю строчку, вот сюда. Так здесь получится A, I, A1, A, I, A2 и так далее, A, I, A, N. Да, я уже для простоты не пишу здесь звездочку, а пишу просто как бы умножение. То есть начиная с этого момента, вот с теоремы Кэлли, я как бы считаю, что у нас группа относительно умножения. Понятно, что неважно, как мы обозначаем нашу операцию, но всегда, так сказать, умножение проще, потому что, видите, я здесь даже, когда говорю об умножении A, I на 1, я даже точку не ставлю. Это подразумевается операция умножения. Здесь A, I умножается на 2. Тоже, опять же, точку не ставлю. А звездочку пришлось бы ставить. Вот, собственно говоря, и все. Остается только проверить, что Фи действительно является гомоморфизмом группы Ж, некоторую подгруппу H в группе СН. Ну а то, что это изоморфизм, на самом деле следует из того, что ядро этого гомоморфизма тривиально. Мы как-то доказывали такие вот утверждения для линейных пространств. Я думаю, вы легко проверите, что если у вас есть гомоморфизм с тривиальным ядром, а ядро это, собственно говоря, те элементы, которые переходят в нейтральные под действием гомоморфизма, тогда это будет изоморфизм на некоторую подгруппу. Такое утверждение у нас было для линейных пространств доказано на первом курсе. Вы легко докажете это, перенесете это утверждение и на группы. Так, дальше нам нужно ввести понятие подгруппы, порожденной под множеством группы. Так, наверное, я все сейчас сотру с доски и запишу этот заголовочек. Сокiansи seid деньгами. Продолжение следует... Правильное неиз relevание даже brought-up с утвержденал электроник fällt200 Итак, давайте запишем. Подгруппа, порожденная множеством в группе. Более точно, что под множеством m в группе g. Ну и для определенности будем считать, что g относительно умножения. Начиная с этого момента, я уже рассматриваю группы относительно умножения. Итак, пусть m, какое-то под множество в группе g, в произвольном. Введем такое обозначение. Я буду вот такие косые скобки использовать. Итак, подгруппа, порожденная под множеством m, это вот что такое. Это пересечение таких подгрупп h, которые являются подгруппами g. И эти h содержат в себе множество m. Итак, смотрите, мы берем подгруппы h в группе g, каждая из которых содержит в себе множество m. Как пересечение подгрупп, понятно, что это тоже будет подгруппой. Легко проверить, что пересечение любого количества подгрупп всегда будет подгруппой. Но в силу критерия подгруппы это легко проверяется. Итак, понятно, что это будет подгруппа. И вот она называется подгруппой, порожденной под множеством m. Давайте докажем такое утверждение. Как устроена такая подгруппа. Это будет множество всевозможных произведений вида m1 в степени ε1, m2 в степени ε2 и так далее. ms в степени εs, где m и t – это элементы, принадлежащие множеству m, а ε и t принадлежат множеству плюс-минус единиц. А s – это количество вот таких элементов произведения. Оно может быть пустым. Если s пустое множество, мы будем считать, что это произведение – это просто нейтральный элемент. Оно может быть пустым, а может быть натуральным числом. То есть s может быть 1, 2 и так далее. Так, ну вот давайте докажем, что наша подгруппа, которая определена с этим равенством, 1, на самом деле вот то, что написано в фигурных скобочках. То есть множество вот таких вот произведений. Я думаю, понятно, что такое m1 в степени ε1. Это либо m1, если ε равен 1, либо m1 в минус 1, то есть обратный элемент, если ε равно минус 1. Так, ну давайте вот эту правую часть как-то обозначим, обозначим через p, например. Итак, первое, я замечу следующее, что p подгруппа в g. Я думаю, всем понятно, почему. Смотрите, если вы возьмете такое произведение элементов множества m в каких-то там степенях, к нему еще такое произведение припишите справа. Но опять же получится произведение элементов m в каких-то степенях. То есть замкнутость относительно умножения, очевидно, выполняется. Замкнутость относительно взятия обратного элемента, я думаю, тоже понятно. Если вы к такому вот произведению примените операцию возведения в минус 1 степень, то что вы получите? Начнем с конца. ms в степени минус εs, дальше ms минус 1 в степени минус εs минус 1. То есть опять же произведение будет тех же самых элементов из множества m в каких-то степенях. Вот и все. Итак, замкнутость относительно взятия обратного элемента тоже выполняется. Итак, я доказал, что p подгруппа в g. Более того, очевидно, что m содержится в p. Почему? Потому что вот здесь, смотрите, m1 ms это произвольные элементы множества m. Какой бы элемент множества m вы ни взяли, всегда его можно описать как, например, этот элемент m в степени 1. И считаем, что s в этом случае равно 1. Плюс просто 1. Итак, p подгруппа в g и m содержится в p. Значит, получается, что у нас вот эта p – это одна из вот тех подгрупп, которые здесь участвуют в пересечении. А это означает, что раз это одна из тех подгрупп, которые участвуют здесь в правой части пересечения, значит, пересечение этих подгрупп, оно тоже содержится в p. Итак, отсюда следует, что вот эта подгруппа, которая определяется равенством 1, она содержится в P. Так, ну а сейчас мы докажем обратное заключение. Нам в итоге нужно показать, что вот эта правая часть, это в точности вот подгруппа, порожденная множеством. Так, обратно давайте так докажем. Еще раз смотрите, здесь у нас никакого предела нет. Это пересечение всех подгрупп в G, которые содержат в себе множество M. P одна из таких подгрупп. P подгруппа в G и M содержится в P. Значит, вот в этом пересечении у нас где-то здесь P содержится. И тогда понятно, что пересечение всех таких подгрупп, оно будет содержаться в P, правильно? Как пересечение множества A и B содержится и в A и B, мы говорим об этом. Так, в обратную сторону давайте докажем. Вот пусть теперь H одна из тех подгрупп, которые участвуют в равенстве 1. одна из подгрупп, участвующих в равенстве 1, здесь справа. Можно заметить, что M и T в степени εI, очевидно, принадлежит H. Почему? Потому что M и T принадлежит M, а если мы M возведем, например, в минус первую степень, то что же будет элемент этой же подгруппы? Подгруппа замкнута относительно взятия обратного элемента. Ну а кроме того, подгруппа замкнута относительно произведения элементов из этой подгруппы. Значит, отсюда следует, что и вот это произведение M1 в степени ε1 и так далее, MS в степени εS, тоже принадлежит H. Итак, смотрите, вот все такие произведения, о которых мы говорим здесь, они все содержатся в H. Получается тогда, что и P содержится в H. А так как мы H взяли произвольную подгруппу, участвующую в равенстве 1, и доказали, что P содержится в H, значит, и в пересечении всех этих подгрупп тоже P содержится. Отсюда следует, что P содержится в M. Итак, с одной стороны M содержится в P, с другой стороны P содержится в M, значит, на самом деле они совпадают. Итак, мы описали, как устроена подгруппа, порожденная под множеством M. Она состоит из всевозможных произведений вот такого вида элементов множества M, взятых либо просто, либо, скажем так, либо в степени минус 1. Так, ну и теперь сразу можно дать определение циклической группы. Определение. Группа G называется циклической. Если найдется элемент А, принадлежащий G, такой, что G равно… А что это такое? А это вот наша уже знакомая конструкция. То есть если G является циклической подгруппой, порожденной А. Это равенство, чтобы понимать так. G является циклической подгруппой, порожденной А. В этом случае пишут, что А порождающий элемент. Порождающий элемент циклической группы. Так, относительно циклической группы у нас была такая теорема. Я помню. Назовался так. Об элементе конечного порядка. Итак, пусть А принадлежит группе G. И порядок А равен N меньше бесконечности. Итак, элемент А порядка N в группе G. Тогда циклическая подгруппа, порожденная элементом А, сама конечна. Циклическая подгруппа, порожденная элементом А, сама конечна. Она тоже будет иметь порядок N. Это циклическая подгруппа. И более того, циклическая подгруппа, порожденная элементом А, будет состоять из следующих степеней элемента А. Это будет Е, А, А в квадрате и так далее, до А в степени N минус 1. и так можно в этом случае полностью записать всю циклическую группу порожденной элементом а она состоит вот из таких вот степеней начиная как бы от нулевой степени и думаю все помнят что если возьмете элемент группы возведете в нулевую степень по определению это считается нейтральной линии поэтому е это а в нулевой потом а в первое в квадрате так далее до а в степени вот полностью описана циклическая группа порождена элементом конечного порядка так дальше была такая теорема теорема называется так об описание циклических групп в описании циклических все циклические группы одного и того же порядка все циклические группы одного и того же порядка скобочках в том числе и бесконечного изоморфные между собой так все циклические группы одного и того же порядка в том числе и бесконечного изоморфные между собой вот такое замечание если у нас есть циклическая группа порядка n если же циклическая порядка n тогда ясно что же будет у нас изоморф на группе zt так давайте подумаем а все таки а почему zt циклическая группа порядка я думаю всем понятно что классов вычетов по модуле n имеется n штук а почему это вообще группа нейтральный элемент здесь какой будет в zt нейтральный элемент 0 правильно не то а порождающий элемент единицы а кроме единицы есть порождающими какой еще элемент можно смело сказать тоже будет порождающим кроме единицы не слышу который взаимно прост c ну вот заведомо n минус 1 например да n минус 1 тоже будет порождающими так ну а если мы говорим например не об аддитивной запись здесь у нас операция сложения а вообще говоря мультипликативные часто бывает удобно все-таки записывать циклическую группу в таком виде как степень какого-то элемента неважно какого-то абстрактного элемента в этом случае пишут так cn это тоже циклическая группа порядка n такое обозначение особенно часто используется в англоязычной литературе и обозначено от слова cyclic cyclic означает циклический и так если мы говорим об абстрактной циклической группе порядка n то я буду обозначать так цель ну и понятно что по-прежнему цен будет и замок на языке только у нас взятым всегда операция сложения а здесь у нас будет считаться операция умножения так что еще здесь важно о подгруппах циклической группы сказать так давайте пишем утверждение 3 которое было доказано всякая подгруппа циклической группы сама циклической ну а давайте теперь посмотрим если например нас группа имеет бесконечный порядок это утверждение тоже справедливо не только для конечный групп и для бесконечно свеческого бесконечная циклическая группа уже в силу предыдущей теоремы она будет изоморфно просто группе z по сложению а как вы думаете какие здесь есть подгруппы у группы целых чисел по сложению а я уже сегодня говорил об этих подгруппах какие то да да совершенно верно вот nz например вот на самом деле я как бы описал все подгруппы группы z надо вам всем понятно что такая группа nz состоит из чисел целых которые делятся на n а здесь можно какой взять порождающий элемент все числа которые делятся до n какой порождающий элемент сам элементы он будет порождающим и так получается что nz это циклическая группа порожденное числом вот мы здесь как бы доказали что всякая подгруппа на самом деле у нас было доказательство в прошлом семестре я просто вот это утверждение 3 напоминаю что таковое утверждение было доказано вот пример действительно подгруппа циклическая группа бесконечно циклическая группа сама является циклической так относительно конечных цикли циклический групп тоже можно немножечко больше сказать давайте запишем такую теорему она у нас итак пусть же конечная циклическая группа порядка m то есть же будет состоять из элементов е а а в квадрате и так далее а в степени минус 1 а это порождающий элемент как раз имеющий порядок так тогда введем такое обозначение пусть допустим да пусть так напишем div от n это множество делителей числа n множество делителей числа n в английске diviser diviser означает делитель поэтому такое обозначение так тогда определим для любого d принадлежащего div от n множество hd состоящих из элементов е а в степени d а в степени 2d а в степени n делит на d минус 1 умножить на d вот я пользуюсь тем что d является делителем числа n вот n делит на d понятно что это будет натуральное число которое мы вычитаем венечку итак тогда утверждается hd циклическая подгруппа в g порядка n делит на d итак hd циклическая подгруппа в g порядка n делит на d b если d1 не равно d2 и оба числа d1 и d2 принадлежат div от n то есть является делителем числа n то hd1 не равно hd2 последняя часть в g не имеет других подгрупп кроме наша группа g циклическая порядка не имеет других подгрупп кроме подгрупп подгрупп hd где d принадлежит множеству div от n то есть фактически вот это вот теорема вот эти три пункта дают полное описание всех подгрупп циклическая группы порядка n все подгруппы имеют вот такой вот вид где d подходящим образом взятый делитель числа n и все все такие подгруппы они здесь перечислены так дальше мы рассмотрим произведение подмножеств группе это так я все сотру начну с чистого листа а Продолжение следует... Такой заголовочек запишем. Произведение под множество в группе. По-прежнему я считаю, что у нас группа G, группа с операцией умножения. Пусть A и B какие-то два подмножества в группе G. Тогда произведение A на B по определению это множество вида A умножить на B, где A принадлежит множеству A, а B принадлежит множеству B. То есть чтобы получить произведение двух подможеств, мы должны каждый элемент первого подможества умножить на каждый элемент второго подможества. Понятно, что вот такая операция произведения подможеств коммутативность вообще говоря не обладает. То есть а на b вообще не равно b на а. А вот ассоциативность очевидно выполняется. Я напишу здесь, очевидно, что а умножить на b умножить на c. c это третье подможество. Будет равно а умножить на b умножить на c. Так, я думаю, понятно почему. Потому что если, например, здесь возьмете произведение вида а на b на c, то это то же самое, что а на b на c. Все в конечном счете сводится к тому, что для элементов у нас выполняется ассоциативность. Значит, для подможества она тоже будет выполняться. Так, дальше. Если у нас а, например, будет состоять из одного единственного элемента. Почему бы такое подможество не рассмотреть? Подможество, состоящее из одного элемента а. Тогда мы будем писать, вместо того, чтобы писать а умножить на b, например, мы будем писать просто а умножить на b. Я думаю, вот такая запись вполне, так сказать, будет понятна. Потому что здесь у нас а это фиксированный элемент. Точно так же, если мы будем писать b умножить на а, на подмножество, состоящее из одного элемента, тоже будем писать просто b умножить на а. Так, ну еще полезно аналогично ввести понятие подмножество в минус первой степени. а в минус первой степени. Это будет множество элементов вида а в минус первой, где пробегает подмножество а. Итак, а в минус первой состоит из тех элементов, обратных к элементам подмножества. Так, ну вот если использовать вот эту ассоциативную операцию, которую мы ввели над подмножествами, то можно заметить следующее. Очень просто записывается в критерии подгруппы. Критерии подгруппы. Вот в этих терминах. Итак, не пустое. h, принадлежащая группе g, является подгруппой g. Тогда и только тогда, когда а. h умножить на h равно h. И b h минус первой равно h. То есть при произведении двух элементов из h мы будем получать снова элементы из h. Это как бы есть замкнутость относительного умножения. А это замкнутость относительного взятия обратного элемента. Вот если эти два условия выполняются, тогда не пустой h будет подгруппой. Так, дальше определение. Пусть h подгруппа в группе g. Тогда подмножество а умножить на h. Вот в этом смысле а умножить на h. То есть а умножается на каждый элемент из подгруппы h. Тогда вот такое подмножество. А умножить на h1, а умножить на h2 и так далее. В зависимости от того, сколько элементов имеет подмножество h. То есть на каждый из этих элементов а умножается. называется левым смежным классом g по h. Левым смежным классом группы g по подгруппе h. Более точно порожденным элементом а. Ну и аналогично можно ввести понятие правого смежного класса группы g по подгруппе h. Давайте напишем h умножить на h. Это будет правый смежный класс. Тоже порожденный а. Так, ну давайте свойства. Простейшие свойства левых смежных классов. Свойства левых смежных классов. Я свойства перечислил для левых смежных классов. Для правых они доказываются аналогично. Поэтому я как бы их упоминать даже не буду. Первое свойство такое. Всякие левый смежный класс. Порождается любым из своих элементов. Порождается любым из своих элементов. Это означает следующее, что если y принадлежит, например, классу xh, то yh равно xh. Смотрите, я взял левый смежный класс, порожденный элементом y. И он, оказывается, совпадает с тем классом смежным, который я изначально взял. Я взял y из класса xh. Получается, если мы возьмем другой элемент, y из этого же класса, и породим им свой смежный класс, он не отличается от исходного класса. Давайте доказательства из доказательства в одну строчку. Доказательства. Раз y принадлежит xh, значит, существует h из h такой, что y равно xh. Существует такой элемент h из подгруппы, что y представляется в виде вот такого равенства. Ну, а отсюда, очевидно, следует, я справа навешу подгруппу h. Получается yh равно xh. Я домножил левую и правую часть на h. Ну, понятно, что h малое умножит на h. Элемент умножается на подгруппу. Будет опять эта же подгруппа. Отсюда следует, что yh равно xh. Итак, первое свойство доказало. Всякий левый смежный класс порождается любым из своих элементов. Еще раз повторю, что это означает, что если мы берем элементы смежного класса и этим элементом порождаем смежный класс, то мы ничего нового не получим. Тот же самый смежный класс и получится. Так, второе свойство. Всякие два левых смежных класса либо не пересекаются, либо совпадают. Второе свойство. Всякие два левых смежных класса, естественно, по подгруппе h либо не пересекаются, либо совпадают. Так, ну давайте это докажем. Давайте возьмем класс 1xh, а другой yh. Первая возможность такая. Они не пересекаются. Я пишу так. Пересечение их состоит из пустого морда. Является пустым мордом. Тогда все доказано. Все доказано. Здесь доказывать нечего. Теперь предположим, что пересечение не пусто. Пусть z принадлежит xh, пересеченное с yh. То есть либо это пересечение пусто, либо не пусто. Но если z принадлежит xh, то по первому свойству отсюда мы имеем, что zh равен xh. Из того, что z принадлежит yh, по первому свойству следует, что zh равен yh. Смотрите, слева у нас один и тот же класс, zh. Они равны у нас. Значит, равны и правой части. Отсюда xh равно yh. Итак, если мы предполагаем, что классы имеют хотя бы один общий элемент, они, эти классы, обязаны совпадать. Так, ну и третье свойство. Третье свойство состоит в том, что у нас на самом деле группа G является объединением не пересекающихся левых смежных классов. G является объединением не пересекающихся левых смежных классов по подгруппе h. Я это запишу так. Понятно, что x, i, h – это левый смежный класс. А я записал объединение, где i пробегает какое-то множество индексов, и большое. Вот i большое – это какое-то множество индексов, которые, так сказать, у нас описывают все левые смежные классы. Теперь вот этот значок, который я здесь поставил, я не помню, я его вводил на первом курсе или нет, это знак дизъюнтного объединения. То есть вот этот значок похож на объединение, но он означает то, что множество, которые здесь стоят справа, они попарно не пересекаются. Когда множество попарно не пересекается, тогда вот ставится вот такой знак дизъюнтного объединения. Давайте я здесь допишу. Дизъюнтное объединение. Я мог бы это свойство сформулировать и так. Если предположить, что вы, например, уже такой термин знаете. g является дизъюнтным объединением левых смежных классов по подгруппе h. Тогда бы я не говорил, что они попарно не пересекаются. Но я сначала написал полностью не пересекающиеся, а потом поставил нужный значок. Давайте это свойство тоже докажем. Оно в одну строчку доказывается. Доказательства. Для начала запишем, что g является объединением xh, где x пробегает группу g. Вот мы возьмем каждый элемент группы g и рассмотрим порожденный им смежный класс xh. Так как у нас ваш есть нейтральный элемент, мы можем x умножить на e, то понятно, что сам элемент x в классе xh заведомо содержится. Поэтому это объединение дает нам всю группу g. Но я думаю, всем понятно, что в этом объединении у нас какие-то классы, возможно, будут совпадать. А может быть, даже много таких будет совпадающих левых смежных классов. Дальше давайте запишем такое условие. Запишите. Условимся из каждого семейства совпадающих левых смежных классов выбросить все, оставив по одному представителю. Условимся из каждого семейства совпадающих левых смежных классов выбросить все, оставив по одному представителю. В этом случае мы переходим уже к равенству g, является объединением. x, i, t, h. Это уже оставшиеся классы, где и пробегает некоторое множество и большое. Давайте посмотрим, почему мы здесь получаем уже… Ну, во-первых, почему это объединение дает снова всю группу g, я думаю, понятно. Мы же выбрасывали только те классы, которые, скажем так, были одинаковые. У нас есть несколько одинаковых классов. Мы все выбросили лишние, а один класс оставили. Поэтому это объединение по-прежнему дает нам группу g. Почему здесь два класса попарно не пересекаются? Если мы, например, напишем x1h и x2h, и предположим, что их пересечение не пусто, тогда по свойству 2 мы что получим? Что эти классы обязательно совпадают. А это противоречит нашему соглашению, что мы оставили только по одному представителю из каждого такого семейства. Итак, если предположить, что какие-то два класса пересекаются здесь, то мы получаем противоречие с нашим соглашением. У нас будут два совпадающих класса. Вывод. Мы получили дизъюнтное объединение. Вот такое вот дизъюнтное объединение. Мы сразу запишем определение. Вот это дизъюнтное объединение 1 называется левосторонним разложением группы g по подгруппе h. Разложение 1 называется левосторонним разложением g по подгруппе h. Итак, всегда, когда есть любая подгруппа в группе g, мы можем построить вот такое левостороннее разложение группы g по подгруппе h. Аналогично можно было рассмотреть правые смежные классы. Я уже об этом сказал. Правые смежные классы имеют вот такой вид. Для них выполняются те же самые три свойства, только нужно левые заменить на правые. Поэтому, естественно, никаких комментариев здесь не будет. Все те же свойства выполняются. И понятно, что в этом случае мы можем записать правостороннее разложение. Оно у нас будет такое дизъюнтное объединение h, y, g, где g пробегает некоторое множество индексов g. Вот это будет правостороннее разложение. Правостороннее разложение. Вот сразу проверю вашу интуицию. Как вы думаете, вот есть одно разбиение, грубо говоря, группы g на классы и второе разбиение на классы. Классы смежные. Как вы думаете, они обязаны совпадать или нет? Вообще говоря, нет. Вот эти разложения, вообще говоря, будет разложение 1, разложение 2, вообще говоря, не совпадают. Самый простой пример, который мы, может быть, рассмотрим, а, может быть, нет, желательно, если вы сами рассмотрели. Рассмотрите группу S3, подстановок степени 3. Она всего лишь 6 подстановок содержит, их легко записать. И в ней такую подгруппу h. Циклическую подгруппу, порожденная циклом 1,2. Или транспозиция 1,2, как мы говорили. Она состоит из двух элементов. Тождественная подстановка, транспозиция 1,2. Все. Понятно, что это подгруппа, потому что 1,2 в квадрате будет e. А вот если вы построите левостороннее разложение по такой подгруппе и правостороннее, вы увидите, что это, вообще говоря, разные будут разложения. Так, хорошо. Дальше. На самом деле тот факт, что у нас есть левостороннее и правостороннее разложения, обязан тем, что мы можем ввести, скажем так, отношение эквивалентности на группе. Давайте введем такое отношение эквивалентности. Скажем, что x эквивалентно y, если x и y принадлежат одному и тому же левому смежному классу. Если x и y принадлежат… Давайте напишем замечание. x эквивалентно y, если x и y принадлежат одному и тому же левому смежному классу. Строго говоря, раз мы говорим о левых смежных классах, лучше будет здесь написать l, например, о том, что это левый смежный класс. И понятно, что это отношение эквивалентности. Давайте вспомним, какое отношение называется отношением эквивалентности. Кто напомнит? Совершенно верно. Которая рефлексивна, симметрична и транзитивна. Я думаю, всем понятно, что если взять здесь два одинаковых элемента, x и x, они заведомо принадлежат одному и тому же классу. Если x и y лежат в одном и том же левом смежном классе, то y и x тоже лежат в одном классе. Ну и транзитивность еще и она тоже выполняется. И так мы имеем дело, конечно, с отношением эквивалентности. И оно как раз порождает разбиение, либо стороннее разложение на левый смежный класс. Обратно, кстати, тоже верно. Если есть у вас какое-то разбиение множества на какие-то классы, оно тоже порождает отношение эквивалентности. И в этом случае отношение как раз нужно вот так вот определить, как я, что два элемента эквивалентны, если они попадают в один и тот же блок разбиения. Легко проверить, что в этом случае получается отношение эквивалентности. Так, ну и давайте я еще сформулирую, наверное, одну теорему, больше я не успею. И на этом мы сегодня, может быть, даже лекцию закончим. Теорема такая. В скобочках критерии принадлежности двух элементов одному и тому же смежному классу. критерии принадлежности двух элементов одному и тому же левому смежному классу. Итак, x эквивалентно с индексом ly, а мы уже знаем, что это означает. То есть x и y лежат в одном и том же смежном классе. Тогда и только тогда, когда выполняется одно из следующих эквивалентных условий. первое, x минус 1, y принадлежит h. Да, левому смежному классу по подгруппе h, конечно. Чтобы было понятно, какой подгруппе идет речь. Итак, x эквивалентно на y, тогда и тогда, когда первое, x минус 1, y принадлежит h. Второе, y минус 1, x принадлежит h. Третье, xh равно yh. Четвертое, x принадлежит yh. Пятое, y принадлежит xh. Шестое, xh, пересеченное с yh. Не пусто. Обращаю внимание, что все эти шесть условий на самом деле эквивалентны между собой. Ну и напишите, доказать самостоятельно. Все, на сегодня. Доказать самостоятельно. Я думаю, вы справитесь. Субтитры сделал DimaTorzok